Подключаем к нашему эфиру Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы информационное сопротивление. Александр, здравствуйте. Рады вас видеть. Доброго дня. Расскажите нам, пожалуйста, про Работино детальнее. Какое стратегическое, оперативное значение имеет этот населенный пункт? Нашей аудитории напомню, что туда вошли сегодня наши защитники и смогли эвакуировать, наконец-то, людей из российских обстрелов. Вам слово, пожалуйста. Ну, по сути, Работино находится, скажем так, на границе между первой и второй линией обороны у российских оккупантов. Это такое достаточно серьезное первое село-опорный пункт, назовем его так, именно по входу в вторую линию обороны. За Работино начинается уже основная линия обороны. И после того, как между Работино и Вербове по левому флангу был забит клин, ранее, и был осуществлен выход уже в полевых условиях на вторую линию обороны, освобождение Работино позволяет говорить о том, что полноценно весь левый фланг, включая населенный пункт, сейчас уже рассматривается как расширение плацдарма и подготовку условий для прорыва второй линии обороны. Нужно выровнять фланги, например, по правому флангу это между Работино и Копани. Сейчас в отношении Копани также соответствующие действия выполняются со стороны сил обороны Украины, с севера и с востока этого села. После того, как все фланги будут выровнены, я думаю, продолжится уже процесс прорыва основной линии, по которой, ну, опять-таки, это по трассе 0408, нас еще ожидают освобождение Новопрокоповка, Ильченково, Солодкая Балка и выход к Токмаку. Выход к Токмаку, опять-таки, который является уже первым таким крупным городом в конце самой второй линии обороны. Александр, можно, простите, я уточню, вот по такой информации военных экспертов, два месяца буквально вот тяжелых боев было заработено, или, по крайней мере, в этом районе. Вот дальше до Токмака вы еще перечислили населенные пункты. Скажите, там есть где-то линия, которую можно быстрее проскочить, если учитывать, что вот Работино как раз опорный пункт, допустим, до Токмака, или до какого-то другого населенного пункта, с возможными меньшими усилиями? Или вот там абсолютно везде одинаковый уровень обороны? Ну, там в целом сейчас вторая линия обороны, она отличается вообще принципиально от первой линии обороны, тем, что это преимущественно сейчас там идет механизированное накопление сил и средств, то есть это в основном там бронетехника, средне-легкобронированная, тяжелобронированная. Этим она и отличается, например, от первой линии обороны. Меньшее количество минных полей, большее количество техники. То есть больше будет именно соприкосновение и уничтожение технической компоненты противника. Я скажу так, в принципе, если не говорить о минных полях, то по ряду направлений есть возможность ускорить процесс продвижения к Токмаку. Но не стоит торопить силы обороны Украины, поскольку все делается достаточно взвешенно, каждое продвижение оно продумывается, то есть не просто наобум это совершается. Ну и опять-таки, какое именно направление будет выбрано, тут тоже есть несколько нюансов, поскольку освобождение Работина и вообще выход на вторую линию обороны, но по той локации, о которой мы говорим, открывает нам несколько перспектив. Не только ту явную, о которой я упомянул, да, прямая дорога на 4.08 трасса на Токмак, через населенные пункты, но есть и другие варианты для рассмотрения. Александр, вот еще такой вопрос. Сегодня в новостях, когда речь шла о Работина, то упоминалась одна очень особенная машина, если можно так сказать, которая помогала эвакуировать людей. Можно рассказать подробнее об этом? Не транспортом, средстве, но очень полезной машине. Вы имеете в виду М2А2 Брэмли, БМП, но это сейчас основная БМП, которая используется на запорожском направлении. Ее особенность заключается в том, что ее можно, в принципе, отнести к классу тяжелых БМП, ее вес 30 тонн в среднем, в зависимости от модификации, и это обусловлено тем, что у нее достаточно серьезная броня, как базовая броня, так и, помимо всего прочего, имеется накладная, дополнительная, динамическая защита, в частности. Эти БМП, они относятся к классу, пожалуй, наиболее таких машин, стойких к поражению разного рода средствами. В частности, даже были факты, когда осколочно-фугасные выстрелы не пробивали их броню, то есть, опять-таки, танковый выстрел не пробивал, либо, если пробивал, то наносил минимальные потери личному составу. Основная функция этой машины – это сохранение жизни экипажа и десанта, и они справляются на отлично. Ну и вот, похоже, что вот такие вот технические характеристики очень влияют на эмоциональное и психическое состояние оккупантов. Вот, опять же, видим, что на Запорожском направлении, это вот была еще новая за 20-е число, полк морской пехоты Российской Федерации покинул свои позиции и, ну, буквально бежал. По вашей информации, как чувствуют, как настроение у оккупантов там? Ну, в целом, конечно же, мы можем видеть, что оборону мы прорываем, и это при том, что есть численное превосходство у российских оккупационных войск. Там сейчас сконцентрировано в Запорожской области около 100 тысяч личного состава, при этом они находятся в обороне. Мы же наступаем ресурсами в три раза меньше. И в чем уникальность этой в целом наступательной операции? В том, что мы наступаем нестандарт. Согласно всем канонам, да, всем догматам военного дела, вести оборону можно меньшим количеством, а наступать нужно большим, ну, например, в три раза больше, чем ведут оборону. У нас же все наоборот. Мы наступаем в три раза меньшим ресурсам, и мы проламываем их оборону. И это обусловлено не только тем, что мы используем соответствующую тактику, стратегию ведения боевых действий, но это обусловлено и тем, что идет серьезное морально-психологическое воздействие на личный состав противника. Это тоже очень важный показатель, и этот показатель влияет в том числе и на их возможности удержания позиций и противодействия нашим наступательным операциям. Собственно, из этого делаем выводы, что морально-психологическое состояние у них на достаточно низком уровне. Александр, расскажите, пожалуйста, что сейчас в Подкупинском происходит. Российские телеграм-каналы вообще закидывали, что там уже вооруженных сил Украины нет. Сразу же наши власти это опровергли. Бои идут, позиции удерживаются. Какая там ситуация? Расскажите, что известно? Ну, скажу так, вчера появилась информация среди российских пабликов о том, что якобы захвачено село Сенкифка, но при этом были представлены российскими пропагандистами кадры совершенно другого села, которое находится за 100 километров в Луганской области на временно оккупированных территориях, что лишь подтверждает. Ну, не испытывают они там серьезного успеха, хотя буквально вот на прошлой неделе даже ассоциации были с Бахмутом, что вот буквально на днях возьмем Купинск, освободим, как они это говорят, что там до того Купинска идти, там 8-9 километров всего-навсего, а потом и на Харьков двинемся. То есть вот такая вот пропагандистская волна, она очень быстро сошла на нет, поскольку им не удалось прорвать нашу основную линию обороны в этой локации. Да, у них были ситуативные продвижения, это правда, в направлении Купинска, однако эти ситуативные продвижения не играли какое-то критическое, тактическое значение, не говоря уже о каком-то стратегическом. То есть на сегодняшний день оборона держится, да, они давление оказывают достаточно серьезное, ну, за последние сутки оно несколько снизилось, но опять-таки снизилось это по отношению к предыдущим дням. В целом давление остается и артиллерийское, и атакующие в атаку ходят подразделения. Там довольно-таки интересная разношерстная кампания, там и Шторм-Зет, там и территориальные войска, и регуляры, то есть нагнали силы и средств довольно-таки большое, серьезное количество, но есть особенность у этих всех сил и средств, у этих групп войск, центры, Запад, а особенность в том, что по штатной комплектации они больше подходят для оборонных действий, а они идут в наступление. То есть когда подразделение не готово к наступательным действиям, а более-менее так к оборонным, мы можем себе представить, какая эффективность будет этого подразделения. Ну и эта эффективность себя и проявляет. Ну и в то же время для нас остается вопрос номер один, это небо и противовоздушная оборона, это приоритет номер один, как говорит министр обороны Алексей Резников. Как вы считаете, чего нам еще не хватает? Снаряды, боеприпасы, что можно было бы в список внести, вот пять самых главных и самых необходимых вещей на данный момент? Если мы говорим о противовоздушной обороне, то конечно же, это если пять основных вещей, полная комплектация, пропорциональное обеспечение боеприпасами, зенитно-управляемыми ракетами, либо снарядами для зенитных самоходных установок, тех же самых гепардов. Это самые первые на первом момент. Второе, это три эшелона обеспечить Украине. Малого, среднего, большого радиуса действия зенитно-ракетных комплексов, чтобы мы могли сформировать эшелонированное ПВО практически возле каждого города-миллионника по такому же самому типу, как и в Киеве. То есть, опять-таки, поставки зенитно-ракетных комплексов, поставки боеприпасов. Ну и, в принципе, уже про авиацию можно не говорить, но авиация это не решающий фактор. А авиация это как дополнительный такой себе бонус к ПВО. С авиацией, в принципе, решается уже более-менее вопрос, как известно. И к концу 23-го, начало 24-го года, я думаю, первые F-16 уже будут в нашем воздушном пространстве. Завершающий вам вопрос поставлю, Александр. А вот то уничтожение беспилотниками самолетов в Калужской, Нижегородской областях, мы обсуждали и с вами в эфире, в том числе, значение этого самолета Ту-22, если не ошибаюсь, который нес ракеты Х-22, которые разрушали украинские такие города, как Краматорск, торговый центр, по нему было попадание. Скажите, а что еще мы можем, или мы, или какие-то неизвестные добрые беспилотники, скажем так, на территории Российской Федерации, которые взлетают, уничтожить из важного авиационного парка Российской Федерации, чтобы вот прям вровень был этому Ту, действительно, который прям серьезной потерей является для бомбардировщиков? Ну, они сейчас отвели, в принципе, данные, данные самолеты на Оленья, аэродром, это довольно-таки далеко. Что-то такое существенное, ну, есть аэродромы, на которых размещаются Су-35, Су-34, но по своему значению они не сопоставимы с Ту-22М3 или Ту-95МС. В районе Москвы есть интересный такой аэродром, на котором размещаются, например, истребители Су-57, так называемого пятого поколения. И пускай они даже и условно пятого поколения, но их уничтожение на земле было бы довольно-таки серьезным репутационным ударом. Не то чтобы пощечина, я бы даже сказал, аперкотом для России. Поэтому могу сравнить с уничтожением Су-57. Ну, интересно. Так сказать, послали сигнал во Вселенную, а там посмотрим на результаты. Спасибо вам, Александр. Еще один вопрос хочу позадать. Не могу, прости, Александр, не могу не поинтересоваться. Ваш прогноз определительно 24 августа. Это день флага, день независимости. И мы понимаем, что для россиян очень важны даты. Они любят сакральные даты. И у нас каждый день Украину обстреливают. Каждый день звучит тревога, к сожалению, и мы видим, что происходит. Но стоит ли ожидать массированного ракетного удара или чем они могут поугрожать и запугать нас в эти праздничные дни для Украины? Ресурс для нанесения ракетного удара и налета Шахет-136 у них на сегодняшний день есть. Необходимый боекомплект аналогичный. Согласно предварительным расчетам, достаточно, чтобы действительно создать вот такую вот террористическую угрозу. Поэтому пренебрегать воздушными тревогами. Ну, у многих многие расслабились за последнее время, да, в дневное время суток в частности. И даже в дневное время суток рекомендую хотя бы в эти дни не пренебрегать мерами безопасности, когда звучит воздушная тревога. Соблюдать элементарные из них, даже если не хотите спускаться в метро или нет возможности в бомбоубежище выйти. Соблюдайте хотя бы принцип двух стен, а лучше всего даже больше. Если вы живете в многоэтажном здании, выйдите, если у вас коридор внутреннего типа, то выйдите хотя бы, постойте в коридоре, чтобы это было не две стены, а чтобы это было три стены между вами и внешним пространством. То есть желательно не игнорировать, конечно же, воздушные тревоги. Да, к сожалению, Черниговская трагедия тому подтверждение. Действительно, нужно быть аккуратными, потому что оккупанты не брезгуют ударами по центрам городов. Это правда. Спасибо вам большое. Продолжение следует...